Всем привет! С вами снова я, Бига, ваш Амиго, и в этом видео я распакую долгожданного Дьюса из третьего поколения Монстр Хай. Это сын Медузы Гаргоны, и его змеи на голове хранят страшную тайну, которую мы сегодня обязательно раскроем. Подписывайся на мой канал, если ты здесь новенький, а мы погнали! Мне нравится, как переосмыслили знакомого нам персонажа Дьюса. Да и вообще, кукла получилась клёвой, со стильной одеждой и аксессуарами в змеиных принтах. А ещё в комплекте есть милый крысёныш Персей. Имя написано греческим шрифтом, а сквозь фамилию Гаргон проползает сиреневая змейка. Символ Дьюса — это ядовитое сердце, которое обнимает анаконда и его мастхевы. Снейкфон, кроссовки, барсетка, солнцезащитные очки и воск для змеиной укладки. Посмотрите, как мило Персей сидит на плечике своего хозяина. Давайте распаковывать! Потому что дела идут эпично! У Дьюса на голове семь смертных грехов. И если в предыдущих поколениях для нас его змеи не были раскрыты, то сейчас мы узнаём их имена. И это похоть, чревоугодие, жадность, гнев, лень, зависть и гордыня. Слушай её ядовитую ложь! Если соперники остолбенели, им нас не победить! Змеи, я всегда готов прислушаться к вашему шипению, но на сегодня с меня достаточно. И почему в этот раз его семь змей назвали именно грехами? Мне кажется, это имеет связь с древним змеем из Эдемского сада. Там, где дьявол в обличии змея искусил Еву и заставил её съесть запретный плод, что и привело к грехопадению. Но вам пора, баиньки! Доброта и дружба учеников школы монстров помогают Дьюсу справиться с этими грехами, ведь искушения постигают каждого из нас ежедневно. В школе монстров учатся современные монстроподростки, и у каждого есть свой индивидуальный айгроб. У Дьюса чехол с выглядывающей змейкой, и я заметил, что приложения у него такие же, как и у Лагуны. Даже её черепок здесь что-то забыл. Ага, чувак, не мешало бы мне его заменить. Опять Клео названивает. Мне стало лень отвечать. Зачем такому крутому парню, как тебе, такая нервная подружка? Гордость, гнев, цыц. Клео, ты сама меня бросила, и не в первый раз. Найди себе другого раба, который служил бы твоему величию. Это конец. Клео, почему ты плачешь? Я рассталась с Дьюсом, но всё мне напоминает о старых отношениях. Даже заставка на телефоне. О, мне тебя так жаль, подруга. А знаешь, что тебе нужно? Тройной рожок? Мороженого с корабей? Нет, песчаная буря обнимашек. А насчёт телефона не переживай, я его починю. Спасибо вам, Фрэнки. О, ребята, у нас тут клеится неожиданный шип-шип. О, мой раз, с Дьюсом теперь окончательно покончено. Что заметно изменилось, это его зелёный скинтон. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелёненький он был. Кажется, Дьюс вступил в компанию Greenpeace, к Венере Макфлайтроп. Кстати, в мультике у него ногти с чёрным лаком. Как-нибудь куплю лак и сделаю тебе маникюрчик, модник. Тело сложения, как у мальчиков второго поколения, но при этом тело свежее. 2022 года, а молд лица 2021. У него красивое лицо с греческими чертами, густые брови с прорисованными волосинками. Посмотрим в глаза сына Медузы Гаргоны. Зрачки, как у рептилии. Только Дьюсу в глаза не гляди. Чувак, в камень его преврати. Какой же Дьюс без солнцезащитных очков? Ведь если он не будет их носить, то мы увидим его убийственный взгляд. И просто остолбенеем. Посмотри на меня, приятель! О, нет. Душки его стильных очков выполнены в виде чёрных змей. Знали ли вы, что даже самый первый Дьюс любил готовить и мечтал стать поваром? Об этом он писал в своей анкете. И только в третьем поколении исполнилась его мечта. Он наконец-то вышел с фартуком и кексиком. А ещё есть набор Фрэнки и Дьюс в роли Райнера. В официальном криктоке Монстр Хай Дьюс проявил свои навыки повара. Посмотрите, какой аппетитный кексик он испёк. Глазурь в виде закрученной змейки. Ммм, так бы и съел. Бига, черевоугодие – это грех. Дьюс одет спортивную майку с шипящей злюкой-змеюкой. А поверх куртка с принтом змеиной кожи. И изображением аспида. Спортивные штаны-треники с лампасами и змеёй под гучи. На ногах кроссовки в стиле Adidas Изи. Только в монстрозном стиле – змеиными клыками. А на шнурках – пурпурные мордашки змей. У кроссовок кровавая подошва. А ещё мальчиков Монстр Хай у девчонок отличают шарниры в лодыжке. Образ дополняет сумка через плечо с мордой змеи и хвостиками. А в руках термос с головой медузой. Кем вдохновлён логотип бренда Versace. Также у Дьюса есть специальный воск для фиксации и укладки своих ядовитых змей. Гаргонии штучки. Двухвостый кресёный шперсей на ГМО. С татушкой в виде змеи. Кстати, ручки у фигурки подвижные. И забавно, что обычно змеи кормят крысами, мышками. Но этот питомец никогда не станет прикормом для грешных змей Дьюса. Друзья, не слушайте тех самых змей в голове, которые нашёптывают ложь. А лучше прислушивайтесь к своему сердцу и внутреннему голосу. Будьте собой, будьте уникальными, следуйте за своей мечтой. А ещё, по секрету, вас ждёт обзор на новую Твайлу, Криповар Пати. Будьте собой, будьте уникальными, следуйте за своей мечтой. С вами был Бига Амиго и новый Дьюс. Ставьте лайк, пишите своё мнение в комментарии, какой Дьюсик вам нравится больше. Крепко вас обнимаю, целую. Пока!